всем привет доброе утро у нас новый день сейчас раннее утро мы поедем за город сегодня день рождения у нашего брата нашего говорю потому что он не с моей стороны он со стороны дава но он нам общий брат и мы поедем за город всей семьей к сожалению без каспера каспера не пускают там какой-то я не знаю куда мы едем это что-то место арендованное общая не знаю но туда как обычно не пускают собак в армении очень редко куда опускают собаками я не знаю в чем проблема и дань ты хочешь спать уже мало уже снова хочешь спать я ему одела длинный рукав и станции потому что я боюсь что он у меня сгорит под солнцем ну и за городом попрохладнее может быть потом переодену мы приехали на фоне какие-то детские штуки в общем это такие мега беседки с мангалом со всяким таким то есть таких местах не ночуют просто так именно днем приехать шашлыки маршлыки поделать и всякое такое тут уже какие-то люди есть музыка играет и и так ребята мы идем в бассейн да не будет первый раз у нас плавать да не брасом будешь или бетерфляем тут такой бассейнчик небольшой а там вот кикушатник для детей туда мы и пойдем а и 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 по-моему. Такие волосатенькие маленькие штучки. Вон их как много. Оева. Это грецкий орех. Ореховое дерево. В общем, тут какой-то прям природа-природа. Оп, орешек. Вон яблонька. Тут такие небольшие яблочки с красной щечкой. Они еще не зрелые, конечно, но он какой-то красот. Какая красота. это недозрелый абрикос с пупырками с такими но у нас его в таком виде тоже едят это называется цоглур если что очень вкусно кисленько вкусно божественно вкусно и ну и и и и и и так все наше пиршество закончилось точнее мы уехали раньше всех потому что дома нас ждет касперок и вообще нам завтра тоже есть честно с утра пораньше уже дорогу и мы собираемся но об этом я расскажу завтра сейчас мы просто нету сил я прям еле-еле держу глаза закрытыми в общем конечно свежий воздух он утомляет или как это расслабляет да они конечно там затискали просто все целый день он был там либо у кого-то на руках либо у кого-то на коленях сидела в общем ушла до ему было в общем на этом буду заканчивать сегодняшний день всем доброе утро у нас наступил новый день я в одном и том же но новый день все-таки наступил мы сейчас опять едем за город но в этот раз мы поедем с ночевкой мы поедем в село десер это достаточно далеко от еревана нам ехать пару часов пару часов и поедем с ночевкой я сказала с нами касперок в этот раз слава богу в общем там очень интересно такое место короче там такие палатки шатры вместо номеров и вот мы в таком будем ночевать посмотрим как там все пройдет там достаточно прохладно будет мы даже куртки с собой взяли и в общем буду снимать по пути так что так красавчик пока да не спит у нас первая остановка это армянский алфавит хотим сфоткать кого-нибудь но да не сфоткать не получится он спит к сожалению тут какая-то куча людей сейчас мы пойдем давид хочет сфоткать каспера я тоже сфоткаюсь монету фотки поэтому надо самая первая буква которую нас встречает как вы думаете какая вот эта вот которую я иду да это буква ш вы угадали сейчас я в нее буду фоткаться а мы пока пойдем букве к касперок наш турист маленький некоторые буквы парами идут а теперь как обычно все хотят фоткаться с каспером мне кажется если мы брали за это деньги мы могли бы обогатиться не знаю видно или нет это ромашковое поле такая красота их тут так много здесь тут змеи нету просто все в ромашках окружает а а а Сейчас я снимаю Шушана влог. Это Давид со своим сыном, это жена. Музыка Тут вот мы проезжали мимо. Расположен благотворительный фонд Дети Армении. Это образовательная такая организация. То есть организация сама не коммерческая, благотворительная. Она направлена на образование, на улучшение качества образования, качества жизни сельского населения. Но именно это он как бы рассчитан на помощь детям от трех лет. Там что-то они какие-то технологии изучают, технологии, искусство, что-то еще я там прочитала. В общем, много где расположено, но вот самое основное, это вот, которое мы только что зафиксировали. Он здесь расположен. Очень прикольно. Данни. Ребята, это такой карт. Такая красота. Данин, нравится тебе? Красота, красота. Это вот такой комплекс из шатров, как видите. Много разных шатров. Но их не так уж и много, кстати. Сколько их тут? Штук 10, наверное. И вот с таким видом на долину. Просто красота. Я надеюсь, эта песня мне не заблокируется на ютубе. И вот такие вот палатки. У нас вот такая. Тут немного наших вещей разбросано, не обращайте внимания. Кроме вещей, тут еще маленький кто-то лежит, отдыхает. Кто отдыхает? В общем, тут такая красота, это кайф. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты что выбираешь сегодня? Что у нас в меню? Есть там что-нибудь, что тебе можно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Всем с добрым утром. У нас утро реально супер доброе. Это какой-то кайф просыпаться практически на природе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так все, мы уезжаем из этого прекрасного места. Можно тут остаться, мне кажется, прикольно было бы остаться в две ночи, но не больше. Тут особо делать нечего на самом деле, а такой обычный отдых не для нас. Но одной ночи. Но одной ночи маловато, но одной ночи маловато, а две более чем достаточно. Надеюсь, мы сюда вернемся и было классно. В общем, поедем сейчас по пути еще пару мест заедем. Ночевка у нас прошла нормально. Сами палатки, они изнутри отопляются. То есть там стоит тут колорифер. И также там есть опция, такая штука лежит, чтобы нагревать простынь. Но мы этого не включали, потому что я не знала. В целом было не так, чтобы холодно. То есть там такая тема, что ты лежишь под одеялом, тебе прям тепло, хорошо, но вне одеяла тебе холодно. То есть даже Даня когда спал, у него руки прям ледяные. Я даже подумала, что он замерз. Но тело у него при этом прям чуть ли не даже не горячее, а то есть такое теплое, супер. Очень удобно, комфортно, вообще никаких проблем с этим нету. Там вот нам предоставили и чайничек можно, и всякое такое. Тут есть и душевые, и приличные всякие удобства, скажем так. Поэтому очень удобно и прикольно. Никакого дикарского такого отдыха у нас не было. Ну, естественно, там еду, все они подают. Есть мангал, если хотите сами сделать шашлык, тоже пожалуйста. В целом все было комфортно, поэтому очень рекомендую приезжать. Можно и с детьми, с детьми очень даже нормально было. Если ребенок постарше, можно попросить отдельную кроватку, они предоставляют. То есть вообще, очень классно, всем рекомендую. Так, мы сейчас недалеко от нашего знаменитого Тильджана. Приехали в одно место, мы как в Европе. Сейчас я покажу, это ресторан, по-моему, только ресторан. В общем, покажу сейчас, мы как будто тут какой-то Польши, я не знаю. Или Швеция, может быть, на Швецию похоже. А тут такое поле с цветами. В основном ромашки, но другие цветы тоже есть. По-моему, выглядит очень как-то по-европейски. Тут, конечно, так прохладно, прям пасмурно. И вот я в куртке, и мне хорошо даже, я бы сказала, хотелось бы еще какой-нибудь шарфик, наверное. В общем, пойдем сейчас посмотрим, что там подают. Тут вот так вот расположены столики под индивидуальными крышами. И мы сели вот в углу. Тут открывается, сейчас покажу, такой вот вид на все. Красота тут из-за здания, я не знаю, что это. Там такое поле вот это вот ромашковое, там лошади пасутся. Так мило. В итоге это оказался не только ресторан, но и гостиница. Там, ну, небольшое количество номеров. В общем, ресторан достаточно посредственный, ничего там такого особенного не было. Ну, не сказать, что невкусно, но такое все. Ничего особенного. И номера там где-то супердорогие оказались. Ну, мы там не планировали оставаться, просто поинтересовались. В общем, из-за того, что красивое место, они заломили какие-то неадекватные цены. В общем, не знаю, насколько у них там большой спрос на это на все в итоге. И все, мы сейчас уже едем домой. Наша прогулка, скорее всего, завершена. Итак, все, мы дома. Даня играет в своем манеже. Я только что разобрала вещи практически. Надо еще там что-то, кое-что поразбирать. В общем, сил нету просто после каких-то таких поездок всегда какое-то, я не знаю, такое прям бессилие. То ли от смены воздуха, то ли от смены давления. Я не знаю, в общем, я прям еле-еле держу глаза открытыми. Но сейчас еще время только 5 часов, поэтому надо будет еще терпеть долго. На этом закончу этот влог. Он так получится достаточно длинный, мне кажется. Спасибо, что провели это время со мной. Приезжайте в Армению, если вы не приезжали, либо не собирались. Я очень рекомендую. У нас очень много классных мест посетить. Поэтому приезжайте, обязательно вам понравится. Всем спасибо за просмотр, за лайк. И всем до завтра. Всем пока.